Неспокойное утро в Международном гуманитарном университете. Около 11 часов в среду на территорию вуза воровались четыре десятка молодчиков в футболках национального корпуса, как оказалось, ведомые двумя кандидатами в народные депутаты. Агрессивная молодежь буквально разгромила избирательный штаб народного депутата Украины Сергея Кивалова, разбросав по одной из комнат агитационные материалы. Радикалы напугали девушек, которые в это время как раз работали над оформлением социальных программ народного депутата. И так далее. И когда они до тебя подходят и начинают до тебя кричать, начинают сказать, что вот, что вы тут делаете, я считаю это неправильным. Они таким образом снивчили мою позицию, они тем самым меня принизили. Свою необразованность и хамство хулиганы демонстрировали не только в общении с молодыми сотрудницами штаба, но и в диалоге с профессорско-преподавательским составом Международного гуманитарного университета. Наемники не стеснялись в выражениях, периодически тонны разговора гасила оперативно прибывшая полиция. Выборная кампания началась активно. И те кандидаты, которые действительно хотят делать для города, которых знают в городе, они в данный момент находятся в округе, общаются с избирателями, собирают наказы, реализуют сразу же эти наказы. И это в полной мере касается Сергея Васильевича Кивалова. Конечно, меня возмутил тот факт, что здесь ребята пиарятся на нашем фоне. Но, видимо, это единственный способ у них для того, чтобы их заметили и узнали. Это не совсем красиво со стороны выглядит, когда молодчики небольшого возраста дерзко себя ведут с профессурой, с уважаемыми людьми. Но это не очень красиво. То есть есть определенные цивилизованные способы, механизмы разрешения всех ситуаций. В момент налета непрошенные гости нанесли ущерб технике в офисе. По словам очевидцев, в результате нашествия представителей нацкорпуса пропал компьютер, исчезли несколько телефонов. Два кандидата в народные депутаты пришли на территорию частного вуза. Их нужно привлекать к уголовной ответственности. И мы обязательно это сделаем, потому что они ворвались в частное учреждение, как квартиру. Эти нелюди, я их по-другому не могу назвать, забежали на частное предприятие, в частный вуз и пытались там устанавливать свои порядки. Кто они такие вообще? Откуда они взялись? Они хотят быть парламентариями. Я даже фамилию их не хочу называть. Это просто люди, которые не имеют ни стыда, ни совести. Люди, которые не понимают, что такое вообще общение с людьми. Заявление в полицию написано. Сергей Кивалов надеется на скорую и решительную реакцию правоохранительных органов. Парламентарий убежден, уличное насилие должно раз и навсегда уйти в прошлое, потому как оно в принципе несовместимо с европейскими ценностями правового государства. Мы их обязательно привлечем к уголовной ответственности. Мы сегодня написали заявление в полицию. И взяли несколько объяснений у тех девочек, которые оформляли эти социальные программы, которые находились в штабе народного депутата Украины. И они будут отвечать по действующему законодательству. И состав преступления налицо. И я думаю, что здесь есть судебная перспектива. Выборы через две с половиной недели заканчиваются. А жизнь продолжается. И мы никогда ничего не забываем. Таким образом, в активной фазе избирательного процесса есть кандидаты, чьи имена известны не только в городе, но и всей стране, так как их дела говорят сами за себя. А есть те, кто за счет известных имен пытается привлечь к себе внимание, но чисто криминальными методами, которые точно вряд ли принесут порядок в наш город.